Всех приветствую! От магазина Banggood на обзор пришла паяльная станция на жалах Т-12. Ссылка на паяльную станцию будет в описании под видео. На ютубе очень много положительных отзывов об этой станции. Проверим, действительно ли эта станция так хороша, как о ней поют видеоблогеры. Станция представляет из себя набор для самостоятельной сборки. Да, вы все верно поняли, чтобы начать пользоваться паяльником, вам нужно спаять паяльную станцию. Звучит парадоксально, но не будем заострять на этом внимание. Посмотрим поближе, что входит в комплект. Итак, в комплект входит одно жало ХАКО Т-12. Форма рабочей поверхности – топорик. Если захотите жало с другой формой рабочей поверхности, то вы будете писать кипятком, когда узнаете, сколько стоит одно такое жало. А набор из 10 жал будет стоить почти столько же, сколько стоят две такие станции. Если вас не отпугивает этот факт, то продолжаем просмотр ролика. Далее. Ручка паяльника. Кабель от паяльника до станции. Кабель очень мягкий, а также термостойкий. Не плавится, если случайно задеть жало работающего паяльника. Плата электроники станции. Проводочки. Плата ручки паяльника. Разъемы для платы станции и кабеля паяльника. Поначалу непонятно, как все это собирать. И схемы в комплекте нигде нет. Но Google подсказал схему подключения. Ее вы видите на экране. Без лишних слов приступим к сборке. Сначала установлю разъем. На разъеме и плате есть ключи. Их нужно совместить при установке разъема. И припаять контакты разъема к плате. Далее кабель. Зачищаю изолятор кабеля. Зачищаю кончики проводков и залуживаю. Чтобы проводки было проще впаивать к разъему. Залуженные провода проще паяются. Это факт. Залуживаю контакты разъема. Опять же для облегчения процесса пайки. Впаиваю проводки к разъему. Проводки впаиваются произвольно. Не важно какой цвет куда впаивать. Для своего удобства я распаял проводки к разъему так. Черный провод. Это минус питания на нагреватель. Красный плюс. Зеленый это термодатчик. Белый и синий идут на вибродатчик. Наличие вибродатчика говорит о наличии в станции автовыключения при простое. Как работает эта функция мы еще проверим. Одеваю на кабель кусочек термоусадки и корпус разъема. Соберу разъем чуть позже. После того, как припаяю проводки к плате паяльника. Чтобы держать перед глазами, куда идет каждый конкретный цвет провода. На оплату ручки паяльника закрепляю методический фиксатор кабеля. Одеваю на кабель ручку паяльника. Впаиваю проводки к плате. Красный провод идет у меня на самый дальний контакт жала. Если смотреть от рабочей поверхности жала. Это плюс питание нагревателя. Черный проводок идет на дорожку, идущую к среднему контакту жала. Это минус питания нагревателя. Зеленый проводок идет на дорожку, идущую на самый дальний контакт жала. Контакт термодатчика. Остаются два проводка. Их впаиваю к дорожкам, идущим к вибродатчику. Странное дело, у меня в комплект входят два вибродатчика. А конденсатор, который должен впаиваться в плату ручки паяльника, отсутствует. Посмотрим, как будет работать станция без конденсатора. А потом решим, искать и устанавливать конденсатор или нет. Впаиваю вибродатчик. Готово. Проверяю, устанавливается ли жало. Жало устанавливается нормально. Собираю паяльник. Посмотрим, как работает станция и работает ли вообще после нашей сборки. Питаю станцию от самодельного блока питания. Начал с напряжения 13 вольт. Очень низкое напряжение для этой станции. Рекомендованное питание 24 вольта. Максимальная мощность потребления станции 70 ватт. То есть при 24 вольтах источник питания должен держать примерно 3 ампера. Станция вроде как работает. Выхожу на максимальное напряжение питания 24 вольта. Температура на индикаторе сильно скачет. Выставил температуру 300 градусов. Припой уже плавится. Жало нагрелось до рабочей температуры. Пробую паять плату. Чуть прибавляю температуру до 320 градусов. В принципе станция паять неплохо. Но чего-то сверхъестественного при пайке я не вижу. Хорошо. Чуть позже сравним как паяет эта станция по сравнению с другой моей станцией. Нажала Хаку 900М. А сейчас попробуем разобраться. Почему индикатор температуры ведет себя как в предсмертных конвульсиях. Думаю все дело в кондерчике, который не вошел в комплект поставки. Конденсатор должен быть на 0,1 микрофарад. У меня есть конденсаторы нужной емкости. Ну а чуть в ином корпусе, не под SMD монтаж. Но думаю это не проблема. Впаял конденсатор. Собрал паяльник. Проверим. Теперь индикатор температуры после нагрева жала дает стабильные показания. Это меня очень порадовало. Люблю когда проблемы решаются так просто. Все работает, значит можно полностью собрать станцию. Изолирую контакты разъема термоусадкой. Собираю корпус разъема и затягиваю фиксирующий кабель винты. В паяльник нашей собранной станции встроен вибродатчик. Посмотрим как работает автовыключение или переход в ждущий режим. Забыл уточнить, что в комплект еще входит карацный светодиод. Его уже впаял в плату. Светодиод постоянно моргает при работе станции. Это может раздражать. Поэтому скорее всего в дальнейшем выпаю его, так как от него никакой пользы нет. После чуть более трех минут простоя паяльника, станция выключает нагреватель. И температура жала начинает падать. Станция перешла в ждущий режим. Чтобы пробудить станцию, нужно взять паяльник в руки. При этом срабатывает вибродатчик в ручке паяльника и передает сигнал о необходимости пробуждения станции. Посмотрим как работает вибродатчик. Прозваниваю датчик мультиметра. В нормальном состоянии датчик имеет низкое сопротивление. Прозванивается. При тряске датчика сопротивление повышается. Ну а теперь сравнение паяльников. Жала ХАКО Т12 против ХАКО 900М. На жала паяльников накрутил кусочки припоя. Посмотрим на каком жале припой расплавится при включенной станции быстрее. Включаю. Даю небольшую фору жала ХАКО 900М. На 15 секунде припой нажали ХАКО Т12 задымился. А на 17 расплавился. Нажали 900М припой начал дымить к 35 секунде. К 43 секунде полностью расплавился. Если честно, я думал, что паяльнику на 900М нужно пару минут, чтобы набрать рабочую температуру. Так что для меня это приятная неожиданность. Какие выводы? Станция на жалах Т12 вне конкуренции по скорости набора рабочей температуры. Это факт. Теперь посмотрим, как станции припайки. Что лучше? Сравнение будем проводить на плате от источника бесперебойного питания. На плате очень много теплоемких элементов, которые сложно паяются. На какой припой впаяны компоненты платы, свинцовый или без свинцовый, я не знаю. Температура на обоих станциях 320 градусов по встроенным индикаторам температуры. Такая температура соответствует оптимальной, всегда появленной такой температуре. При этом и жала не портится от перегрева, и качество пайки отличное. Приступим. Сначала станция на жалах 900М. Продолжение следует... Паять довольно хорошо, даже достаточно теплоемкие элементы. Но когда речь заходит о пайке очень теплоемких элементов, например, силовые дорожки контактов предохранителя, тогда тушите свет, ничего не выйдет. Жала не может расплавить припой и прилипает к пайке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим на Т-12. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...